У каждого из кандидатов, напомню, есть две минуты на заключительное слово. Павел Грудинин, ваши две минуты, прошу. Слушайте, мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу и растащили ее на свои тезисы. Но я хотел к вам обратиться. Пожалуйста. Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Ну, я имею в виду не вас, а руководство. Которое предложило, мы предложили вам сделать все по-другому. Вы игнорируете это все. Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Взяли, сделали из этих вот так называемых дебаток шоу. И занимаетесь только одним. Тем, что вы портите отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наше предложение, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Причем вы абсолютно уверенно, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, хоть плохие, но наши, свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич? Отвечайте. Хорошо.